Как обращаться с бытовыми электроприборами, какие есть правила нахождения вблизи электросетевых объектов и какую первую помощь можно оказать человеку, которого ударило током в мае, это и многое другое узнали более двух тысяч сочинских школьников. В течение всего учебного года сотрудники сочинских электросетей проводили уроки электробезопасности в яркой, интересной игровой форме. Кроме того, в различных образовательных учреждениях энергетики распространили несколько тысяч плакатов и листовок по энергобезопасности. Результат не заставил себя долго ждать. Я знаю, что нельзя подходить к трансформаторной стойке с проводами, нельзя играть возле проводов, вообще нельзя подходить больше 10 метров к оборванным проводам, вообще нежелательно подходить. За активное участие в программе «Безопасная энергетика» учителя 22 лице получили от руководства сочинских электрических сетей благодарственные письма. Их вручили на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года, а детям – памятные буклеты по энергобезопасности. Когда приходят специалисты и рассказывают об этом грамотно и доходчиво, более того, потом предоставляют очень интересные материалы, раздаточные, это, конечно, приносит свои положительные плоды, мы только за. Сегодня дети уходят на длительные каникулы и много времени будут проводить на улице, поэтому одна из задач в преддверии лета – сформировать у детей культуру безопасного обращения с электричеством. Мы ставим перед собой задачи не только минимизировать детский травматизм, а ликвидировать его в принципе. Сегодня, скажем так, у нас есть передовые технологии, программы, которые мы реализовываем в рамках школьных программ. Персональная просьба к родителям проводить регулярные беседы со своими детьми и допускать таких фактов. Берегите детей. Программа «Безопасная энергетика» действует на территории Краснодарского края уже в течение многих лет. Она решает важную задачу – предотвращение случаев детского электротравматизма. Поэтому уроки с участием энергетиков будут проводить и дальше.